Здравствуйте, друзья! У нас вопрос с утречка. Меня зовут Надежда. Мы с мужем планируем переехать в США. Нам по 32 года, двое маленьких детей, 5 месяцев и 3 года. Действительно, такие лялечки. Вот. И оба закончили факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Хорошо. Хорошо. Муж с тех пор работал программистом. Все время в ведущих российских компаниях. Там, я не знаю, как это называется компания, я их не знаю. Я же сразу пошла работать маркетологом. Причем практически с первых месяцев на руководящих должностях. Сейчас мне занятно, да. Получила вторую высшую по маркетингу в высшей школе экономики. Для переезда мы задействуем все возможные пути. H1B. Муж подается через бодишоп. Ну, да. И B1. Я и член гильдии, и жюри была, и публиковалась. Снималась на центральных ТВ. Еще много всякого. Тут тоже вполне реальные шансы есть, на наш взгляд. И по мнению некоторых адвокатов. Очень хорошо. Естественно, участвуем в лотерее. Если все это не получится, собираемся поехать через Эльвизу. Эльвизу. Супругу уже звали в Европу, но решили попробовать этот вариант, если остальные не получатся. Итак, моя дилемма состоит в том, что я могу сейчас подучиться программированию. Все-таки образование-то базовое хорошее. Да, и не так давно все-таки, конечно. И иметь точно востребованную профессию. Или пытаться найти себя в маркетинге. У меня большой опыт в стартапах. Правда, один из них заморожен в итоге. Но маркетинг мы там сделали хорошо. Я, кстати, не знаю, как правильно по-русски. Маркетинг, маркетинг. Язык выше среднего, по мнению разных преподавателей. Upper Intermediate. Хорошо. Лекции онлайн, понимаю, процентов на 90, а фильмы, наверное, на 50%. Но ведь для, скажем так, для маркетинга, будем менять, нужен идеальный язык. Он везде, даже в онлайне, тексты даже важны. А он у меня вряд ли быстро появится. Вот и вроде начала учить JavaScript. Вездой программирования, может, я и не стану. Но вполне достойным работником, думаю, смогу стать. А там, глядишь, жизнь и сама подкинет вариант, как объединить мои прежние умения на новом месте. Может, буду руководящую должность войти занимать. Хоть и говорят, что иностранцам туда путь заказан. Однако я всегда считаю, что очень сильным людям везде есть место. Возможно, язык подтяну и смогу перейти позже. Спасибо за тот объем информации, который вы передаете через границу. Блин, через границу передаю. Да. Сейчас уже морзянка-то не нужна. Тут, 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 тут. Вот мы сейчас так передаем. Буду признательна, за ваш взгляд, на мою дилемму с места событий. Ну что, сейчас взгляд обеспечим. Ну что, друзья, взгляд так взгляд. Давайте так, первое впечатление скажу, когда вот я читал это письмо. А подробно, так, ну скажем, внимательно, я его прочитал только сейчас. То есть до этого я так глазами пробежал, так, ну, ох, какая радуга, ребята. Сейчас мы с вами будем радугу красивую смотреть. Даже их как бы две, что ли. Так. Так, 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 никого не обидим. Дерево заслонило, боже. Какая красотища. О, смотрите. Вот. Да, значит, первое мое впечатление такое, я думаю, боже, какие очаровательные, совершенно замечательные люди. И образование у них прекрасное, и как бы карьеру они сделали успешную, и детки у них маленькие, сладкие, все такое. Я, я как человек такой, ну, уже в таком возрасте я к деткам исключительно хорошо отношусь. И вот, значит, что там еще? И все они правильно делают. Слушайте, вот что касается мужа, да, и в Европу их зовут. Ну, ну, мама родная, ну, вот буквально таким черпаком здоровенным людям отмерено. И вот, и дальше рассуждения. И рассуждения очень хорошие. То есть, вот я так слушаю и думаю, вот я бы сам, наверное, так рассуждал, и фактически, может быть, Надежда, имя девушки Надежды, значит, Надежда, может быть, хочет просто получить подтверждение того, что она рассуждает правильно и так далее. Значит, когда она говорит, что я не стану звездой программирования, так, собственно, не нужно быть звездой программирования. И даже, даже заканчивая ВМК, например, и оставаясь в России, там, работая по специальности, совершенно не нужно быть звездой программирования. Вот. Но, безусловно, у нее практически, даже я не знаю, есть ли образование для программирования лучше, чем ВМК, чтобы можно было получить, вот, скажем, где-нибудь там, да, в Москве, в Российской Федерации в целом, разве есть образование лучше? То есть, в этом смысле она просто упакована, как я не знаю что. дальше что? Безусловно, если она займется этим делом, то у нее все нормально получится. Но мы пока не видим, когда у нее появится разрешение на работу, да, то есть вот, даже если мужа возьмут, например, там, по рабочей визе, то, как бы, надо сначала грин-карту получить, это может занять там пару лет, вот, пока у нее появится разрешение на работу, то, ну, ничего страшного, а что пару лет, у нее детки такие крохотные, пусть пока с детками посидит, потом дальше будет разбираться. Вот, что касается IT, руководящей позиции, хоть и говорят, что иностранцам туда путь заказан, это абсолютнейшая ерунда, ну, то есть такая ерунда, что я не знаю, кто такую чушь может сказать, правда, то есть, вы посмотрите, сколько иностранцев сейчас на, не то, что руководящих, а на ведущих, на самых ведущих позициях, в самых шикарных вообще компаниях, потрясающих. Я даже, честно говоря, удивлен, что кто-то такое сказать может, это уже люди совсем не понимают. Вот. Сильным людям есть место, безусловно, сильным людям есть место везде, больше того, в сильных людях большая потребность, их не хватает, тех, кто готов за зарплату приходить и уходить вовремя и добросовестно работать намного больше, чем тех, кто там берет на себя и тащит, и там, вот, как бы, да, рвется куда-то вверх. Что тут еще у нас? Фактически вопрос в чем? Вопрос в том, оставаться ли ей, да, вот в этой области или возвращаться в IT. Тут, знаете, чего? Немножко философский вопрос. В чем, в чем философскость вопроса? В том, что, какой у человека драйв в жизни, понимаете? Есть люди с таким множественным драйвом, вот, вот я такой, например, да, я, я с удовольствием делаю совершенно разные вещи, и если бы я не занимался тем, чем сейчас занимаюсь, то есть еще там с десяток вещей, которым бы я занимался с большим удовольствием. Больше того, я замечал, что, поскольку делал разные вещи по жизни, что когда ты что-то делаешь, и у тебя начинает получаться, вот я, например, начинаю получать удовольствие даже от того, чего изначально, как бы, я и не предполагал. Например, вот, когда я поступил в институт связи в свое время, я хотел на мехмате учиться, но не важно, не так, такая жизнь, значит, я хотел, да, оказался в институт связи, и, ну, я даже не понимал, куда я попал, и что там за институт такой, ну, вот, вот, куда евреев берут, вот, говорят, институт связи, вот я пришел, вот так я туда поступил, понимаете, и все, других критериев не было, еще и близко к дому было, да, вот, а дальше, вот, пошло и поехало, и пошло и поехало, и я был совершенно, так сказать, впал в чувство такого безмерного восторга от всего, что там было, и в институте, и на работе, очень-очень многие люди, они всеядны, то есть, человек не родился маркетологом, человек не родился, там, я не знаю, для того, чтобы работать там в предприятии связи и обеспечивать, там, я не знаю, там, население мобильной связью, никто для этого не родился, человек родился для какой-то другой такой, вот, более общий, вот, для предназначения какого-то, я извиняюсь, там, согласования, вот, для чего-то более общего, и это более общее может реализовываться в большом количестве чего-то такого прикладного, маленького, хотя мы знаем людей, которые вот, как бы родились там для того, чтобы быть на сцене, или родились для того, чтобы быть, я не знаю, там, писателем, или там, математиком, может быть, действительно, вот он, или там, врачом, понимаете, есть такое, есть какое-то такое особое призвание, что вот другие, более мелкие призвания, которые он мог бы тоже делать, но вот они не так здорово ему, как бы, в масть, это тоже бывает, бывает узконаправленное, а бывает такое широкое применение, приложение, так вот, к вопросу, нам говорят, вот я маркетолог, и я уже 10 лет маркетолог, и я уже там на позициях, и я там что-то такое знаю, и в стартапах работал, и так далее, ну, вот как быть, безусловно, и маркетологам, через какое-то время, там, подобрав язык, там, и так далее, и так далее, значит, надежда вполне, вполне, наверное, могла бы быть, но, безусловно, язык в этом деле играют очень важную роль, и даже иностранец, который, например, ну, я знаю, приехал в школьные годы, закончил здесь школу, университет, то есть, фактически, английский у него является вторым родным языком, родным, не выученным, а родным, он, безусловно, лучше спозиционирован, вот при тех же, при том же уровне талантов, там, и так далее, лучше спозиционирован, и мое такое понимание жизни в этом смысле, что человек стремится к максимальной реализации того потенциала, который у него есть от рождения, ну, не только от рождения, от развития, да, то есть, многие люди родились с каким-то потенциалом, но никогда не учились в МГУ, понимаете, ну, сложилось так, то есть, еще потенциал, еще развивать надо, и, да, к чему я хваню, потому что человек стремится к максимальной реализации, самореализации, поэтому надежда должна спросить себя, если я буду там очень даже неплохим там программистом, потом буду двигаться в сторону менеджмента, там, и так далее, IT менеджмента, это ли моя, буду ли я самореализованным человеком, или я должна непременно быть в этом маркетинге, и вот это мой единственный путь, понимаете, может быть, вообще, одно из направлений самореализации для женщины, особенно, я считаю, я понимаю, что люди все разные, и не все со мной согласятся, но тем не менее, для женщины, у которой двое маленьких деток, это же тоже самореализация через деток, а что у них двое, может, у них и третий появится, там, и четвертый, мы не знаем, но это очень многие люди, женщины особенно, самореализуются через детей, через семью, через это тоже, то есть, смотри, как много всего есть у надежды, для того, чтобы чувствовать себя самореализованным, состоявшимся, успешным человеком, и, и кроме нее самой, если она сама себя спросит, да, вот, и получит ответ, или будет искать ответ, может быть, его сразу нет, а может быть, сразу есть, и кроме нее самой, никто не скажет, но, вот, по максимуму, значит, где она по максимуму сможет самореализоваться, вот, вот и ответ, поэтому, ну, я по вопросу, судя по настроению, вот знаете, как, то, что между строк, там, может быть, я вижу, что она не то, чтобы как-то залипла вот в этом, да, в маркетинговом направлении, то есть она открыта к другим, и она говорит, ну, я, может быть, не буду гениальным, но я буду вполне добротным, вот, сто процентов будет, конечно, или там, каким-то IT-менеджером, да, безусловно, как нечего делать, тоже, тоже мне, значит, там, достижение большое, то есть легко, легко, конечно, вопрос, какого уровня компания, там, на какой высоте, высоте это позиция, там, и так далее, но в целом, в IT-менеджменте, проникнуть, как бы, господи, все, кто хотел, все проникли, из-за мигрантов, в том числе, так что, я бы, я бы совершенно не, не зациклился, плюс молодые все-таки, и они еще язык могут хорошо подхватить, вот, у нее уже язык какой-то, есть там, да, Upper Intermediate, я приехал, был старше на, на пару-тройку лет, так, у меня язык-то был ноль, знаете, и то ничего, то есть, как бы, я не стал, там, большим поэтом, но, во всяком случае, на то, чтобы лекции читать, меня хватает, чтобы через три года быть менеджером, меня тоже хватало, сколько там, три года, четыре, ну, вот, через несколько лет, два года я поработал в тестировании, и, и был уже менеджером, я вас уверяю, что я тогда не говорил по-английски лучше, чем сейчас, вот, представьте, 20 лет назад, тем не менее, хватало, так что, в большой компании, там, многомиллиардной, вот, поэтому, ничего страшного, ну, что же, я так чувствую, мы тему, наверное, исчерпали, а тема хорошая, да, вот, чем, чем заниматься, когда можешь заниматься разными вещами, вернуться туда, продвигаться в этом, добиваться, чего-то, что для тебя важно, это очень, очень важная и большая тема для людей в эмиграции, и я помню, в нашей волне, да, когда вот мы туда приезжали, практически все были без языка, без какой-то конвертируемой в американскую жизнь профессии, и вот, вот с этими со всеми проблемами, вот со всем набором этого всего, поэтому, очень, очень понятная, очень близкая многим людям тема, а что если я, ах ты, я мое, хотел от помойки уехать, а она вот так, ну, ладно, в общем, друзья, давайте я развернусь, раз солнышка нету, окей, так, я пытаюсь комбинировать дорогу с моей физиономией, потому что, что бы я ни показывал, мне говорят, а что вы не покажете противоположность, противоположное, поэтому я комбинирую, значит, надежде, успехов, собственно, они и так уже очень успешные, там от моих слов мало чего зависит, но, пожелаем им успехов, и, если доберутся до нас тут, я их приглашаю на интервью, вот, чтобы рассказали о том, как, чего у них получалось, и, и мужу привет, и деткам тоже, и в общем, я, я, честно говоря, испытываю такое радостное, такое чувство, вот, когда наталкиваешься, вот, на людей таких, правильных, и светлых, и, в общем, все у них здорово, и это очень, очень, очень приятно, вот, а будет еще лучше, на этом мы и отправляемся на работу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»